300 случаев на 100 тысяч родов. Младенческая смертная сократилась на 8%. Риди намерен уйти с поста главы ВАДА. Если будет нужен независимый президент, член МОК заявил об этом агентству AirSport. В ноябре 2016 года на заседании Совета учредителей ВАДА Риди был переизбран президентом организации на второй срок. Он возглавляет ВАДА с 2013 года, являясь членом МОК от Великобритании. Это пока все новости. Мария Деева. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Теперь о погоде. В Москве сейчас плюс 7 градусов. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. 756 миллиметров ртутного столба. По данным синоптиков, предстоящей ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза. Завтра утром будет плюс 1. В среду днем в столице воздух прогреется до 7 тепла. Оно будет пасмурно. А к вечеру рождается небольшой дождь. Такая пасмурная дождливая, но теплая погода продержится в Москве до пятницы. Добрый-добрый-добрый вечер. Меня зовут Игорь Катманов. Аж 2 часа сегодня мы говорим о футболе. Тем более, что футбола много. Было и будет. Напомню, что накануне в 1-4 финале Челси обыграл Манчестер Юнайт. Это со счетом 1-0. Это 1-4 финала Кубка Англии. И таким образом определились пары полуфиналистов. Анголо Канте. Наверное, один из лучших, а может быть и лучший игрок нынешнего сезона в английском чемпионате. Забил единственный мяч на 51-й минуте. Ну и напомню, что на 35-й минуте вторую желтую карточку получил Андер Эрера. В составе Манчестер Юнайтед. Полузащитник Андер Эрера. И, в общем-то, Манчестер Юнайтед таким образом играл в десятером. В чемпионате России, напомню, накануне Локомотив проиграл Краснодару со счетом 1-2. Весьма ожидаемом матче. Ну и сейчас мы как раз-таки пообщаемся с бывшим нападающим московского Локомотива Дмитрием Булыкиным. Интервью. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Итак, ожидаемая встреча. Локомотив проиграл Краснодару со счетом 1-2. В концовке, я думаю, вы согласитесь, у железнодорожников были моменты для того, чтобы все-таки отыграться. Все-таки ключевая причина поражения, на ваш взгляд. И насколько сказалось отсутствие Ари в этом матче? Ну, очень сильно сказалось, на самом деле. Я считаю, что с Ари, без Ари, Локомотив – это две разных команды. Но, по моему мнению, в этой игре Локомотив очень хорошо играл в первом тайме. Прессинговал, создавал моменты. А во втором тайме немного успокоились. В этом, наверное, и состоит, наверное, ключевой момент в игре. Потому что дали играть Краснодару. А он играть умеет. Там есть футболисты высокого класса, которые и создали моменты. Некоторые, конечно, после ошибок обороны были созданы и забиты голы. Но, опять же-таки, это не умиряет заслуг футболистов Краснодара. А в чем причина? Вот как можно успокоиться? Потому что, ну, эта игра, по сути, была за место в Еврокубках, да? Ну, я тоже, честно говоря, не понял. Локомотив в первом тайме, во втором, конечно, две разных команды. И как прессинговали в первом тайме ребята, и как вышли уже более-менее успокоенно во втором. Такое делать, конечно, нельзя. Потому что обязательно получишь гол в свои вороты, если будешь играть только на оборону. Тем более 45 минут. И я думаю, это и сказалось. И сказалось то, что мало били по воротам. Хотя моменты, опять же-таки, локомотивы были, которые они могли реализовать. И все было бы нормально. Но Краснодар оказался сильнее в этой игре. Дмитрий, ну и ваш небольшой прогноз не насчет будущего матча, да? Локомотив-Спартак. А как будет действовать локомотив в этой встрече, да? Ну, понятное дело, локомотив будет играть вторым номером. Я думаю, Спартак с первых минут пойдет в атаку. И вот здесь главное выдержать 10-15 минут локомотиву. Есть очень много приемов, как это сделать. И потом уже играть, скажем так, на равных. И надеяться на группу атаки, которая сможет реализовать моменты против Спартака. Учитывая, что там есть Ари, который захочет забить. И возможности реализовать моменты, я думаю, локомотивы будет. Вопрос, как будет играть Спартак. Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, что на прямой связи с нами был бывший нападающий московского локомотива. Да и не только локомотива, да и Аякса, и московского Динамо, и Денхак. Известный всем Дмитрий Булыкин. Ну, а давайте теперь мы послушаем непосредственных участников матча. Участников матча со стороны Краснодара, да? И вот что сказал Роман Шишкин, который, кстати, находится в аренде в Краснодаре из московского локомотива. Прямая речь. Ну, понятно, что я играл против своей команды, но перед игрой немножко так астрагировался. Я понимал, что это не так просто. Старался действовать профессионально, делал свою работу на поле. Сигра так складывалась моментами, но, скорее всего, просто мы немножко неправильно стали действовать. Опять же, из-за своих ошибок, из-за своих обрезов отсюда локомотив, наверное, перехватил инициативу. Хорошо, что мы в втором тайме адаптировались, мы выровняли ситуацию. Многие моменты у меня выглядели лучше, и отсюда создавались моменты. И как раз, я не сказал бы, что мы первый тайм провели плохо. Просто, повторюсь, из-за своей ошибки попустили гол. В втором тайме старались, конечно же, исправить ситуацию. Но также гнули свою линию, отсюда и результат. Ну, скорее всего, это психологические моменты, и не стоит забывать, что мы здесь все равно доигрывали встречу. И, наверное, больше цитированной грязной обороны, в принципе, выделили. Здесь у меня это не проблема. Я на моих позициях могу сыграть, и такой позиции тренер решит использовать меня. На такой буду приносить пользу. Ну, а теперь послушаем нападающего краснодарской команды, бразильца Вандерсона, который рассказывает о матче с Локомотивом, а также о Федоре Смолове, и о предстоящей игре Лиги Европы против Сельты. Мы изначально знали, что будет сложный матч. Тем более, очень важный матч в плане таблицы, что мы должны были победить, потому что это очень важная борьба за зону Лиги Европы. Плюс тренер в перерыве сказал, что нужно бороться, бороться, и мы смогли исполнить его приказы, идеи. Ну да, безусловно, Смолов очень важный для нас игрок, очень высокий профессионал. Я стараюсь его выполнять работу на полностью. Забил гол, как видите, очень рад своей работе, и мы ждем, чтобы он поскорее восстановился. И у нас очень важный матч впереди, и надеемся, что он будет в строю. На самом деле, я не очень помню этот момент, было все очень быстро. Просто пробросил мяч и ударил в противоположный угол. Но я повторю, самое главное, что мы бились как команда, мы бились до конца, и мы выиграли, и это самая большая заслуга. На самом деле, конечно, очень сложно. Время для восстановления почти нет, но это ничего не значит, потому что самое главное сейчас выполнить наши цели. А наши цели, как вы знаете, в следующий матч с Сельтой. Мы должны пройти Сельту и, соответственно, в чемпионате также бороться до конца. Видели таблицу, очень тяжелая таблица, очень тяжелый матч, и все борются, и нужно выполнить цели на сезон и в Лиге Европы. На самом деле, реванш не был так важен, потому что самое важное, как нам тренер сказал, победить в этом матче, из-за того, что вот эта упорная борьба в таблице, и каждый матч очень важен. И мы просто настраивались как на матч против очень серьезного соперника, который имеет очень хороших игроков, и то, что нам нужно побеждать в каждом матче. Итак, Краснодар выиграл со счетом 2-1 на гол Владислава Игнатьева. Гости ответили мячами Павла Мамаева и Вандерсена. Ассистировали Юрий Газинский, соответственно, Мамаеву, и Виктор Классен, новобранец Краснодара, Вандерсену. Ну и, кстати, там момент был спорный. На мой взгляд, все-таки был фолл на Владиславе Игнатьеве, да, в штрафной площади Краснодара. Ну и так, давайте теперь обратимся к турнирной таблице. Напоминаю, что «Спартак» лидирует в российской премьер-лиге, 44 очка, 36 набрали ЦСКА и Питерский «Зенит». ЦСКА, соответственно, на втором месте «Зенит» на третьем. За счет личных встреч, да, точнее, за счет гола на чужом поле в этом мощном противостоянии против «Зенита». Ну и на четвертое место вышел Краснодар, у которого 32 очка. И, соответственно, отставание от лигочемпионского места уже всего 4 очка составляет. Далее 31 очко у «Уфы» и 30 у «Амкара», соответственно. Что касается «Московского локомотива», то десятое место у команды, 26 очков. И уже 6 очков, соответственно, отставания от зоны Лиги Европы. И здесь локомотиву, конечно же, надо кровь из носу побеждать московский «Спартак». Ну и «Спартаку» тоже нужно, да, тем более, что «Спартак» лидирует чемпионской гонке и лидирует довольно-таки уверенно. Правда, не будем забывать, что у «Локомотива» еще есть кубок. Но это, опять-таки, все еще впереди. Ну и давайте я вам назову тему нашего сегодняшнего опроса на странице «Спорт.ФМ» ВКонтакте. А тема у нас сегодня такая. Вообще, по статистике, в РФПЛ забивают порядка где-то двух голов за игру. Если быть более точным, 2,04 мяча, да, в среднем. Это значительно меньше, чем в большинстве европейских чемпионатов. И считаете ли вы чемпионат России зрелищным турниром? Так что принимайте участие в нашем опросе на странице «Спорт.ФМ» ВКонтакте. Ну и звоните тоже, да. И отстаивайте, делитесь своей точкой зрения. 276.093.2 или 1.093.2. Код Москвы 495. Итак, вопрос следующий. Считаете ли вы чемпионат России зрелищным? Варианты? Нет. На это просто невозможно смотреть. Пока этот вариант побеждает 42,5%. На втором месте 28,6%. Вариант следующий. Самое главное зрелище в РФПЛ не игра, а то, что происходит вокруг нее. На третьем месте, кстати, вариант, да, российский чемпионат зрелищный. На четвертом идет РФПЛ лучший чемпионат в мире. Ну и замыкает вот этот список вариантов «А я вообще люблю ФНЛ». Ну и к слову о статистике, да. Да, дабы не быть голословным, вот я взял несколько чемпионатов. Ну, во-первых, топ европейские чемпионаты. Во-вторых, наверное, чемпионат наиболее приближенный, что ли, по уровню, да, к российской футбольной лиге. Это Португалия и два южноамериканских крупных турнира. Это чемпионат Бразилии и чемпионат Аргентины, который, кстати, в последнее время, в последние годы критикуют за слишком низкую результативность. Так вот, в Испании забивают в среднем около трех голов за игру. 2.91. В Англии 2.84. В Италии 2.79, да. Во Франции 2.59. А так, опять-таки, да, больше двух с половиной за матч. Но здесь не будем забывать еще про самую результативную команду в Европе. Это Монако, да, если брать топ-чемпионат, она играет во французской лиге 1. В Бразилии 2.41 гола за игру. А потом следует Португалия 2.32 и Аргентина 2.18. Ну и проценты голов, забитые в последние 15 минут. Здесь тоже где-то 18-19 процентов. Наибольшее количество забиваются в последние 15 минут голов в Англии 19 процентов. В Португалии столько же, в остальных турнирах по 18, а в России этот процент всего лишь 17. И поэтому, ну, чемпионат России 2.04, как я уже сказал, это крайне, крайне низкая результативность. В чем же причина, да, опять-таки, только ли в уровне мастерства. Ну, давайте с вами пообщаемся. 276.093.2 или 1.093.2. Тимур, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Ну, по теме скажу, что не считаю, честно говоря, чемпионат России зрелищным. Угу. По причине, на самом деле, не столько низкой результативности, сколько вот много бывает разговоров на тему уменьшить количество команд, зачем нам Томь, зачем нам... Но если у нас ЦСКА и Зенит играют 0-0 при ударе в створ всего одном за матч, то невозможно считать его зрелищным чемпионатом, честно. Да, и это результативность средняя с учетом наличия Томска, да, который пропускает, опять-таки, по шесть, по четыре гола за игру. Тоже не будем об этом забывать, то, что матч с участием Томской Томи, они будут повышать в любом случае среднюю результативность. Достаточно напомнить результаты, да, прошедшего тура. Ну, опять-таки, вынесем за скобки матч ЦСКА Томь, где армейцы выиграли с крупным счетом 4-0. Спартак Анжи 1-0. Амкар Зенит 1-0. Терек Уфа 0-1. Соответственно, да, а, это 18-й тур. Уфа играла с крыльями советов, но все равно 1-0, а Терек 0-0 сыграл в гостях с Ростовом, да. Ну, и получается, что, наверное, самый зрелищный матч, а еще Арсенал Урал победил со счетом 2-0. Об этом матче, кстати, тоже много говорили. Всяка вода, да. И даже, как мы знаем, некоторые букмекерские конторы снимали линии. Так вот, самый зрелищный матч получился Локомотив Краснодар 1-2. Железнодорожники проиграли. И, в общем-то, наверное, этот матч как раз-таки оправдал ожидания. Да, оправдал ожидания. Как матч, во всяком случае, такой яркий по вывеске, да, Локомотив против Краснодара. Ну что ж, мы обязательно продолжим эту тему, продолжу я общаться с вами. Пока я приветствую в студии Марию Терскую. Это значит новости. Маш, привет. Да, приветствую тебя, Игорь. Приветствую всех наших радиослушателей. И расскажу о том, в первую очередь, что стали известны имена арбитров, которым предстоит обслуживать ближайшие контрольные матчи с участием сборной России. Встреча России-код-дивуарт, которая пройдет 24 марта на стадионе Краснодар. Соответственно, в городе Краснодаре обслужит румынская бригада арбитров во главе с Авидио Хасеганом. Но в роли его ассистентов выступят некто Октавиан Совре и Себастьян Георгий. Что же касается матча Россия-Румыния, который состоится через 4 дня на стадионе Фишт в Сочи, то эту встречу обслужит польская бригада арбитров во главе с Шиманом Марциняком. Вот такая вот интересная расстановка судей в этих двух встречах. И теперь о предстоящем ответном матче 1-8 финала Лиги Чемпионов Байер Атлетика. Вратарь немецкой команды Бернта Лена может сыграть в этой встрече, несмотря на то, что у голкипера перелом носа. Об этом сообщается на сайте UEFA. Отмечается, что вратарь уже перенес операцию, прошла она успешно. И, скорее всего, мы увидим его в этой встрече в деле, что называется. Напомню, что ответный поединок Атлетика Байер состоится в Мадриде. 15-го числа он пройдет. Ну а в первом матче, я напомню, немцы на своем поле проиграли со счетом 2-4. И в заключение, московские строители в текущем году возведут около 700 тысяч квадратных метров площади спортивных объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин. Сообщается, что кроме больших стадионов в городе планируется сдать 12 тренировочных полей, на которых будут заниматься дети. То есть поля эти будут построены для детско-юношеских школ. Спасибо огромное. Это были новости спорта от Марии Терской. Обращусь я к вашим сообщениям. Лог Краснодар, украшение тура. А на фоне остальных семи матчей так вообще смотрелся, как английская премьер-лига пишет нам антисошел. Причина в полях и неподходящем графике сезона, пишет Алекс. Когда только стартуют концы лета, посмотрите, какая результативность. То есть погода и качество полей очень не способствуют, я так понимаю, атакующему футболу. Есть у нас очередной звонок. Лариса, здравствуйте. Добрый вечер, Игорь. Вы знаете, ну, я, наверное, не в струю, как говорится. Давайте все-таки в струю попробуем. Я считаю счет 1-0. Чем, например, вот 3-4. Вы как болельщица ЦСКА, да? Да. Понятно. Потому что я не люблю, когда много забивают в наши ворота. Пускай лучше будет 1-0. А в чужие? А в чужие, пожалуйста, 10, хоть 20. А почему чужие-то не забивают? Главное, чтобы 0 был у нас. Понятно. Спасибо вам за звонок. Но вы знаете, мы сейчас не про ЦСКА все-таки говорим, а вообще про среднюю результативность чемпионата России по футболу. Почему она столь низкая, да? И можно ли назвать российскую футбольную премьер-лигу зрелищной? У ЦСКА явные проблемы с атакой. Это даже ни для кого не секрет. И вообще с качеством даже исполнителей. Поэтому здесь, в общем-то, ничего удивительного нет, да? Также ничего удивительного нет, то, что армейцы, что называется, пляшут от печки. Сейчас, в общем-то, абсолютное большинство топ-команд в своих турнирах так делают. Ну, достаточно вспомнить тот же Челси, да? Под руководством Конты о непробиваемой обороне, которого много говорят, и о том, что Челси играет в пять защитников. Это тоже вполне-вполне понятно. Но, достаточно взглянуть на таблицу результативности, да, английской премьер-лиги. Достаточно посмотреть, что больше Челси в английской премьер-лиге забил лишь Ливерпуль, да? 60 голов у Ливерпуля, и то на одну игру они больше провели. И 57 голов у Челси. Есть у нас еще звонки. Сергей, приветствую вас. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Красно-Белая Черноголовка. Вы знаете, я с вами не соглашусь. Я болельщик Спартака с дальнего времени. У меня первый выезд в 86-м году в Киеве. Самый знаменитый выезд. Один из самых первых. Значит, я, да, соглашусь. Может быть, в этом году по, скажем так, по забиваемости все. Но посмотреть, какая плотность идет. Спартак, да, оторвался. Остальные команды. 14-я команда, грубо говоря, две игры, две-три игры, она уже в Лиге Европы. Ну и что? Тут интрига какая-то... Поймите, в Испании две команды разыгрывают чемпионат уже не одно десятилетие. Что в Испании? В Испании три команды сейчас могут разыграть титул, а в России одна команда, Спартак, по сути дела, оторвалась на 8 очков. Ну? Все, я говорю, болельщик Спартака. Мне, например, в 90-х годах было неинтересно, когда за два-три тура мой любимый клуб уже остается чемпионом. Зато сейчас интересно. Когда мы были, скажем так, чуть позади, мне было даже интереснее смотреть. Ну, я думаю, в этом сезоне за два-три тура Спартак станет чемпионом, вы будете радоваться. Я надеюсь, я надеюсь. В Германии тоже, ну, согласитесь, ну, один клуб ведущий. Ну, в Германии на данный момент да. Ну и что? Да, по результативности я считаю, что нельзя, конечно, судить, чтобы подгрессить. Да, конечно, нахим... Ну, почему в футболе главное это забитые мячи? Почему? Вот посмотрите на результаты тура. Игорь, полностью согласен, полностью согласен. Ну, неинтересно, когда 6 мячей забивает Томи, 4 ТСК забивает Томи, ну, никакой интриги нет. Ну, вот, грубо говоря, ну, неинтересно, согласитесь. Хорошо, да ответьте на вопрос, считаете ли вы чемпионат России зрелищным? Вот коротко, да или нет? В этом году я, например, считаю зрелищным и интересным. Понятно. Спасибо вам за звонок, 276-0-93-2 или 1-93-2. Это телефоны прямого эфира Спорт-ФМ. Вайбер и WhatsApp 925-4-2-93-2. Вот пишет нам, не согласен с Ларисой. Я бы предпочел, чтобы счет был 4-3, чем 1-0. Я люблю, когда голов много. Болельщик ЦСКА. Не, ну, понятно, что болельщик может любить что угодно. Победы со счетом 1-0. Но когда результативность в среднем в чемпионате порядка двух голов за игру, это все-таки не совсем правильно, да. Но опять-таки мы сравниваем с топ-чемпионатами. Да и есть не только с топ-чемпионатами, а с той же Португалией, где, в общем-то, немного забивают, но в среднем больше, чем в России, да. Или с таким малорезультативным чемпионатом, как Аргентина в последние годы. Там, кстати, это считается довольно-таки серьезной проблемой. Ну, вот в России тоже, да. Может быть, низкий класс нападающих, опять-таки, неиспользованные моменты. Качество полей, да, это тоже. Погодные условия. Опять-таки все это влияет на игру. Но можно ли назвать данной ситуацией чемпионат России зрелищным? Наверное, это вопрос весьма спорный и весьма-весьма обсуждаемый. Так что пишите, звоните. Ну и мы поговорим в следующей получасовке не только о чемпионате России, но еще и о Кубке Англии. Что делать, если за 8 часов сна я не успеваю восстановиться? Инновационный центр Олимпийского комитета рекомендует. Если говорить о количестве часов сна, то для каждого индивидуально есть свое количество часов сна, за которые вы можете восстановиться. И это зависит от большого количества факторов. Это может зависеть от времени года, это может зависеть от количества стресса, физической нагрузки, которая в данный момент оказывается на организм. Таким образом, учитывая все эти факторы, вы можете понять, сколько часов сна вам оптимально для восстановления. Времена года также влияют на количество часов. Летом хочется спать меньше, зимой хочется спать больше. И иногда действительно нужно дать себе поблажку и поспать больше 10 часов. Иногда хватает 4-6 часов для того, чтобы полностью восстановиться. Соответственно, необходимо, во-первых, максимально увеличивать качество сна. Это можно делать, во-первых, правильной подготовкой ко сну, расслабляться, выключать все мобильные устройства и гаджеты. И делать различные физические упражнения за 2-3 часа, то сна помогает перейти сразу к более глубоким фазам сна. И также правильно организованное пространство помогает лучше восстановиться. И простые советы – это чтобы воздух циркулировал правильно, постельное белье было комфортным, туман не было постороннего, телефон был всегда выключен, никто не мог побеспокоить. Все эти параметры тоже влияют на качество сна и на глубину сна. Ирина Зеленкова – ведущий специалист Инновационного центра ОКР, кандидат медицинских наук. Рекомендации лучших специалистов страны в области профессиональной подготовки спортсменов слушай каждый день на Спорт.ФМ. Сто лет в истории спорта на Спорт.ФМ. 1959 год. Кубинские повстанцы во главе с Фиделем Кастро свергают правительство диктатора Батисты. Советский Союз запускает первую межпланетную станцию под названием «Луна-1». Компания «Ксерокс» начинает производство копировального аппарата для документов. А в это время... Молодежь со всего мира собирается в Турине. Италия готовится принимать Олимпийские игры в Риме. И за год до этого в качестве своеобразной репетиции состоятся всемирные игры студентов. Они получат звучное название «Универсиада» и станут проходить регулярно. Идея студенческих соревнований к тому времени уже не была новой. Ведь спортивные старты проводились, например, в рамках фестиваля молодежи и студентов. Однако масштаб тогда был значительно меньше. Уже первая «Универсиада» имела насыщенную программу из семи видов спорта. А в наши дни она уже не уступает по разнообразию своей старшей сестре Олимпиаде. «Универсиады» проходят раз в два года. Летом и зимой. Здравствуйте, это Мария Киселева. Вы слушаете «Спорт.ФР». И локомотивом был перенесен из Самары в Уфу. В заключении выпуска официальный курс валют, установленный Банком России, на среду, в доллар 58,95 рубля, евро 62,75 рубля. Что касается черного золота, бар легкой нефти в Нью-Йорке сейчас стоит 50 долларов. Пока это все новости. Мария Деева. Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на «Спорт.ФМ». Теперь о ситуации на дорогах. По данным портала «Яндекс.Пробки движения в Москве» сейчас плотная. Общая ситуация оценивается в 5 баллов из возможных 10. Самая длинная пробка в 6,5 километров на внешней стороне Садового кольца от площади Корского вокзала до Баррикадной улицы. Скорость потока там 8 километров в час, а время проезда 45 минут. 40 минут вы теряете на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино. Полчаса на Ленинском проспекте от улицы Липунова до улицы Гарибальди. «Спорт.ФМ» 100% футбола. Продолжается программа «Сто процентов футбола». Продолжаем мы говорить о российской футбольной премьер-лиге. И напомню, что на странице «Спорт.ФМ» ВКонтакте проходит опрос. А считаете ли вы чемпионат России зрелищным турниром? Я понимаю, конечно, что результативность средней – это не единственный такой критерий, да, оценки зрелищности. Но все-таки два гола за игрой – это ничтожно малый показатель. Мне тут пишут, все познается в сравнении, да, касательно… Допустим, если сравнить с греческим чемпионатом или чешским, то наш чемпионат поинтереснее, даже интереснее самого себя пятилетней давности в плане борьбы за Еврокубки и вылета в ФНЛ. Ну, а если сравнивать, сколько денег, да, вбухивается в российские клубы и в чемпионат Чехии, да, давайте про это тоже не будем забывать. Ну, а что касается греческого чемпионата, то там все-таки средняя результативность опять-таки выше. Ну, а сейчас мы поговорим о Кубке Англии. Интервью. И на прямой связи у нас комментатор Матч ТВ Денис Казанский. Денис, приветствую. Челси Манчестер Юнайт, это 1-0. Победа Челси предсказуемо ли, ожидаемо ли? Привет, Игорь. Ну, не знаю, я тут, пожалуй, что соглашусь с Жузе Мауриньо, что вчера мы видели игру до удаления Айрера и после удаления. Айрера – это две большие разницы. Поэтому, ну, когда Манчестер остался в Мишуке, пожалуй, что здесь очень сложно было быть уверенным в том, что какая-то интрига в этой игре повиснет. А до удаления, когда команда в разных составах, мне казалось, что, возможно, все в этой игре. Ну, а что касается удаления Айреры, вот, действительно, на твой взгляд, ну, просто ему тяжело было в этом матче? Кому, Айрере? Да, и что это закономерное удаление. Нет. Нет? Знаете, я вообще, на самом деле, я вот, так как все-таки на матче ТВ отвечаю, помимо российского чемпионата, еще и за английский, и за английский слежу достаточно в большом количестве, могу сказать, что в этом сезоне самое худшее судейство в английском чемпионате, как ни странно. И, на мой взгляд, просто уровень судейства очень сильно упал в этом сезоне, и разница между качеством игры в Англии и качеством вот этого арбитража, он невероятно серьезен. Это очень обидно, и, на мой взгляд, очень много решений, которые портили игру. Вот одно из этих решений как раз вчера Оливер сделал вот эти две желтые карточки для Айреры, при этом не усмотрел достаточно много нарушений, которые вполне могли бы быть и должны были трактоваться достаточно серьезно. Если вы помните, там Роха наступил на соперника, это прямая краска, потому что был соперник недавно с Ибрагимовичем. В общем, здесь такое тяжелое судейство, оно не предвзято, ни в коем случае, оно просто слабое. Но все равно Эрера и Азар – это такое неравноценное, получается, соперничество. Ну, честно говоря, не понимаю, в смысле Эрера? Ну, просто Азар просто затерзал в этом матче Манчестер Юнайтед и провел потрясающую игру, и, в общем-то, наверное, как и весь Челси, он на сегодняшний день выглядит командой более цельной. Да, и более целеустремленной, чем команда Манчестер Юнайтед. Ну, я бы не говорил о целеустремленности, потому что, понятно, у Жозе было желание получить как можно больше трофеев, с учетом того, что в чемпионате ничего не есть. Это говорит о ценности, пожалуй, потому что здесь действительно игра очень сбалансирована, и условно мы не можем предположить состав Юнайтед на следующую игру. В отличие от состава Челси, там одна позиция может только там меняться, да, там Виллиан Педро. Все остальное предсказуемо, и это с хорошей точки зрения предсказуемо для Антонио Конта. У Манчестера там вчера появление Дермиана, ну, это вообще как это, откуда он взялся? Опять же, игра три центральных защитника, тоже казалось, что с Ростовом он ее обкатывал. Здесь какие-то поиски еще ведутся, и команда не готова биться с той силой, которую представляет себя Челси. Хотя, опять же, Жозе очень интересно готовился к этой игре, опять же, появление Джонса и его такая плотная игра с тем же Азаром, ну, пытался он играть, да, там, Пугла против Конта. Здесь были какие-то локальные тактистички, любопытные с тактической точки зрения, но, опять же, пока не готов Юнайтед соревноваться с Челси. А Тоттенхэм готов в полуфинале соревноваться с Челси? Это такой момент, момент достаточно сложный, потому что здесь мы имеем все-таки одну игру. Блатком чемпионате нет, и, понятно, отрыв. Как раз об этом и говорит. Вот, а что касается игры на Уэбли, тут, ну, конечно, мне не нравится скрываться за определением, там, да, это игра, игра все показывает, но оно так и есть. Да, сейчас вылетел Харри Кейн, и это большая проблема для Тоттенхэма, потому что как-то Сону надо теперь играть из-за себя, из-за него, а Янсон совершенно точно не по-английски чемпиана. Поэтому в одной игре на Уэбли, ну, я думаю, что шанс у Тоттенхэма есть. Опять же, в каком состоянии будет Челси? Потому что, как тут ни крути, Жозе очень сильно переживал, что ему достался Ростов в Лиге Европы, и что этот перелет должен был как-то сказаться на игроках. Ну, может быть, это, конечно, ключевой момент в объяснении поражения Юнайтед, но это имеет место быть. И Тоттенхэм мимо всяких этих турниров проехал, поэтому будет свеж, хорош. Но, опять же, без кина. Ну, и Арсенал Манчестер-Сити здесь, наверное, тоже очень тяжело сделать, да, прогноз на этот полуфинал? Ну, Манчестер-Сити, слушайте, ну, вот тут как-то такой момент, если будет, как они сейчас сыграют в Монако, как они далеко пройдут в Лиге Чемпионов, вот, от этого тоже будет очень много зависеть, потому что Арсенал, ну, все, собственно, у него осталось только кубок, и борьба за четвертое место. Не знаю, ну, пока действительно на бумаге, пока Сити выглядит гораздо интереснее и понятнее, чем команда Арсена Венгера. Но, слушайте, ну, вдруг, опять же, мы не знаем сейчас, вдруг, там, в течение двух недель Арсен Венгер разлет и объявит о том, что он уходит сюда, ну, предположим, такой вариант. И, представляете, вот такой матч против Сити, опять же, в Уэмбле, и тут ребята выйдут и лягут в костюме за своего тренера. Ну, кто его знает? Такой поворот вполне вероятен. Вот, поэтому, не знаю, мы имеем дело как раз с кубковым турниром, и, опять же, очень важно, что на нейтральном поле, потому что часто в таких турнирах дом имеет значение. Здесь же и для тех, и для других, по сути, гостевой матч, поэтому, не знаю, шансы, мне кажется, очень хорошие. По крайней мере, вот в... Ну, нет, в 60 на 40, я думаю, что в Польше сидит. Ну, Денис, ну и скажи, пожалуйста, возвращаясь к теме Манчестер Юнайтед, почему так разочаровывает пока Поль Пагба? Это возвращаясь к словам, пожалуй, Андрея Сергеевича Аршавина, об ожиданиях и о том, что... Как они себя касаются в реальности. Пагба, действительно, если бы он перешел в Манчестер Юнайтед за 40 миллионов евро, я думаю, что никто бы и ничего не говорил. Так как он является самым дорогим игроком мира, то, естественно, реакция на любое его действие на поле, особенно негативно, оно превышает все разумные пределы. Он очень сложно играет в этом турнире, и я тут согласен, по-моему, вроде Сэвид сказал, что в следующем году цены не будет Пагба, и этот год должен пройти, потому что Львит отвратительно играет, теряется в больших матчах. Вот. Но, опять же, мне кажется, что здесь микроскоп как раз связано исключительно с его ценой. Не с масштабом его таланта, не с его амбициями, и поэтому обсуждают и его прически, и его дабы, и его стонус, но никак не в футбол. Тут он, опять, провалил, но первый год у него после возвращения. Ну, и какое возвращение? Он тогда не играл по-человечески. Вот. Поэтому, не знаю. Мне кажется, что в этой ситуации мы все немножко предвзяты именно из-за ценника. И на него тоже, наверное, этот ценник давит, да, получается? Я не знаю, насколько для него все это, потому что мы не можем даже предположить. Но он же тоже не дурак. Он даже понимает, что его игру рассматривают отдельно. Там, опять же, были большие сложности у Маури. Вот в отличие, например, от Конта. Ему, давайте вот если возьмем состав Челси, кого он ввел в игру, по большому счету. Он перестроил ее, да, он ушел на эти три центральных защитника, или там, как говорят сейчас, пять защитников. Ну, не важно. И, по сути, это там, ну, просто вот людей пора... А Маури мне пришлось под Погбас менять игру Юнайт. И игру менять, как учелся, например, да, вот в общую картину. А вот здесь именно Погбас списывает, потому что он такой человек, держать москометическую сумму нет. И это в войне тяжелее дается. И по этому чемпионату мы видим очень много разных амплуа для поля футбола в центре поля. Поэтому в этом тоже есть, может быть, какая-то проблема в том, что нет постоянной у него точки. Постоянного там партнера, скажем, да, он играет с Хариком, играет с Эрерой в центре поля. Иногда Филуини, ему просто, как вот сейчас было, да, пожалуйста, Филуини. Такие поиски, но тоже они обречены на то, что забирают время и на качестве футбола. Спасибо большое, Денис. Я напомню, что на прямой связи с нами был Денис Казанский, комментатор Матч ТВ. Поговорили мы о матчах Кубка Англии. Напомню, что накануне Челси со счетом 1-0 обыграл в четвертьфинале Манчестер Юнайтед. Реклама Выбирайте свою цель. Тойота создаст условия для ее достижения. Только с 18 по 31 марта 2017 года во всех дилерских центрах Тойота. Станьте обладателем Тойота Королла, Тойота Камри и Тойота РАВ-4 на специальных условиях. Предложение ограничено количеством автомобилей. Подробности акции на сайте Тойота.ру в салонах официальных дилеров Тойота. Тойота. Легендарное качество. Скачай обновленное мобильное приложение от чемпионат.ком Твой персональный взгляд на спорт в индивидуальной новостной ленте. Создай свой чемпионат. Категория 18+. Плей-офф чемпионата континентальной хоккейной лиги. Каждый матч – битва. Каждая битва – зрелище, которое нельзя пропустить. Каждая игра – борьба за кубок Гагарина. Плей-офф не оставляет права на ошибку. Смотрите кульминацию хоккейного сезона на телеканалах КХЛ-ТВ и КХЛ-HD, а также на видео.khl.ru и в официальных мобильных приложениях КХЛ. Ноль плюс. Спорт. Спорт.FM. Будь первым. Спорт.FM. Сто процентов футбола. Продолжается программа «100% футбол». Меня зовут Игорь Катманов. Еще раз приветствую всех, кто к нам присоединился. И сейчас вместе со Спорт.FM также участвуйте в нашем опросе. По статистике, в российской футбольной премьер-лиге забивают порядка двух голов за игру. Это значительно меньше, чем в большинстве европейских чемпионатов. И считаете вы чемпионат России зрелищным турниром. Так что заходите на страницу Спорт.FM ВКонтакте и голосуйте. Пока лидирует вариант «Нет». На это просто невозможно смотреть. Более 41% так считают, но все-таки смотрят. Ну а в студии появилась Мария Терская с новостями. Маш, привет. Ты бы как ответила? «Нет, на это просто невозможно смотреть». Да, российский чемпионат зрелищный. Самое главное зрелище в РФПЛ не игра, а то, что происходит вокруг нее. РФПЛ – лучший чемпионат в мире. И последний вариант, а я вообще люблю ФНЛ. Я бы выбрала последний вариант. Мне он кажется, самый забавный. Мария Терская любит футбольную национальную лигу, где пока лидирует Московская «Динамо» и «Тосна». Ну там, кстати, если я ничего не путаю, последний тур ФНЛ был, по-моему, более результативный, чем РФПЛ. Если так все матчи сложить друг с другом. Да, там и 4-3 даже. Волгарь с «Зенитом» 2 сыграли. И «Спартак» там, по-моему, тоже «Спартак» 2 в смысле. 3-1 выиграл в Енисея, да. Ну тоже как-то немало, в общем, забитых мячей, поэтому... Больше, чем в РФПЛ, да. Да, поэтому я, наверное, отвечу, выберу последний вариант из предложенных. Матч 20-го тура Чемпионат России по футболу, к слову говоря, между Самарскими крыльями Советов и Ростовом пройдет в Самаре на стадионе «Металлург». Напомню, что в феврале Российский футбольный союз не рекомендовал Самарским крыльям проводить домашние матчи на этом стадионе. Ну, причиной, понятное дело, послужило неудовлетворительное состояние поля. Сегодня президент Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Пряткин сообщил, что руководство самарцев работу признает, что работу с газоном зимой провалило, но, тем не менее, сейчас уже... Травка зеленеет, солнышко брестили. Да, 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 да. Все пришло в порядок, значит, там газон подстригли, обработали, все необходимые меры предприняли, удобрения там и прочее. Так что матч этот состоится. Напомню, что 19-го числа он должен пройти. Что же касается положений команд в турнирной таблице, то Крылья сейчас находится на 15-м месте, а Ростов идет восьмым. Но если все-таки в последний момент матч вдруг перенесут в Ростов, то я думаю, что Ростов смело отправится даже не на седьмую, а может быть, сразу даже на шестую строчку перепрыгнет. И что касается теперь новостей нефутбольных, то вновь новости от ВАДа. В частности... Давно их не было. Да, конечно, мы скучали. Так вот, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий уведомил руководство ВАДа о создании новой российской антидопинговой лаборатории на базе лучшего вуза нашей страны. Сообщил об этом... В культете химии, что ли? Да, биологии, наверное. Да, биологии, да. Вот. Так вот, об этом Садовничий сообщил сегодня на пресс-конференции. Более того, он пригласил специалистов руководства ВАДа приехать и посмотреть на начало работы по созданию нового антидопингового агентства. Кроме того, он сказал, что готов в эту вновь созданную антидопинговую лабораторию пригласить иностранцев для того, чтобы они справлялись с проблемами в российском спорте, ну, то бишь с применением допинга. Да, кстати, сегодня где-то я читал, по-моему, что до сих пор наши спортсмены, которые были дисквалифицированы за допинг, они получают президентские гранты. за победы, за вклад большой в развитие спорта в стране. Если это так, то это печально, да. То есть, по сути, это равнозначно тому, что если, например, человека уволили с работы, да, то его бывшая компания или, не знаю, какое-либо предприятие продолжает выплачивать ему зарплату. Ну, в футболе такое есть. Ну, в футболе вообще ничего только нет, мне кажется. Хорошо, спасибо огромное. Это была Мария Терская с новостями. Болельщик ЦСКА нам пишет, надо сравнить примерно с 2006-2008 годами, когда играли такие глядуры, как Вагдерлаф, велит он, когда были в порядке Киржаков с Аршавиным. Наш уровень, на мой взгляд, значительно упал за последние лет 5-7. Если ЦСКА с мертвым нападением берет чемпионство, то что же тогда с другими командами творится и чемпионатом в целом? Ну, кстати, если брать среднюю результативность, я вот сейчас как раз-таки посмотрел, 2008 год, это год дубля Казанского Рубина, золотой кубок и чемпионат, соответственно, Казанского Рубина, который как раз-таки критиковали за закрытый футбол многие, так вот, и прагматичный, да? Так вот, средняя результативность тогда в чемпионате России была 2-41, это как раз на уровне нынешнего бразильского чемпионата и где-то практически на полмяча больше в среднем за игру, чем сейчас. Сейчас, конечно, уровень результативности, к сожалению, нижайший, я уж не знаю там статистику чешского чемпионата, как тот тут просил найти, но, в общем-то, это никуда не годится. Ладно, но я сейчас о приятном должен сказать, о предстоящем матче, который, думаю, возможно, будет результативным, не сверхрезультативным, но, может быть, и больше двух мячей. Всю эту неделю в программе 100% футбола мы будем разыгрывать одну пару пригласительных на матч «Локомотив-Спартак», который состоится 18 марта в 16.30. И сегодня вопрос следующий. Сколько раз «Локомотив» победил «Спартак» в чемпионатах Советского Союза? «Чтобы стать обладателем пары пригласительных билетов на матч «Локомотив-Спартак», слушайте программу «100% футбола» на «Спорт-ФМ», ну и звоните, естественно, 276-0-93-2 или 1-93-2, код Москвы 495. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Игорь. Согласитесь с сообщением, которое вы зачитали касательно того, что надо вспомнить 2006-2008 года, я бы даже чуть пораньше взял, начиная с 2003 года, и вспомните, как наши команды много забивали. Мне кажется, что результативность и зрелищность чемпионата упала с изменением, может, футбольного мышления или футбольной философии нашего чемпионата. То есть он как-то стал двигаться от результативной красочной игры, он начал так вот потихонечку вянуть и вянет до сих пор. Ну, он и раньше-то не был там прямо уж таким особо красочным, да, но сейчас уж совсем как-то не густо с голами стало. Сейчас, не знаю, может, из-за того, что пропали действительно хорошие бомбардиры, которых у нас раньше много было, и действительно, ведь раньше, вспомните, сколько, какая была даже гонка бомбардиров в чемпионате, многие забивали больше 15 мяча, у нас сейчас, дай бог, 10 забьют, и все. Да, только раньше мы все время были недовольны, что бомбардирами являются сплошь иностранцы, соответственно, да, выражали недовольство этим. Сейчас, пожалуйста, Федор Смолов лидирует в гонке бомбардиров. Есть Чудзюба, есть тот же Ари, да, но правда, Ари, по-моему, голов 5 забился в нынешнем сезоне. Возможно, возможно, уровень упал, да, нет игроков такого высокого класса, игроков в атаке, именно, как Вагнер Лав, тот же, как еще совсем недавно, Халк, как опять-таки, да, ну, не знаю, Аршавин Киржаков, правильно упомянутый вами в лучшие времена, ярко выраженный бомбардир московского «Спартака», опять же, вспомним того же Велитона, да, все это, безусловно, сказывается, как и качество полей, тут все вкупе, наверное, да, получается в чемпионате России на данный момент. Ну что ж, пишите, мы эту тему будем обсуждать очень подробно и в следующем часе, 925-4-2-93-2, это Вайбер и WhatsApp, наш смс-портал 55-33 в начале сообщения слово «спорт», ну и отвечайте на вопрос, кто хочет пойти на матч «Локомотив-Москва-Спартак-Москва» 18 марта, сколько раз «Локомотив-Москва-Спартак» в чемпионатах Советского Союза, ну а в Санкт-Петербурге я передаю слово своим питерским коллегам, там сейчас будет программа о спорте Санкт-Петербурга, подробно обо всем поговорите, сегодня, кстати, напомню, четвертый матч серии, хоккейной серии «Динамо-Москва-СКА», да, играют в Москве, и пока питерские армейцы выигрывают со счетом 2-1 в этом интереснейшем противостоянии, ну а мы ненадолго прервемся, и потом продолжим общаться уже вместе с вами на волнах «Спорт-ФМ». Спортивные легенды на «Спорт-ФМ». Про знаменитого промоутера бокса Дона Кинга можно сказать множество разных слов, и почтительных, и неуважительных. Когда-то его считали просто болтуном со стогом сена на голове, а он однажды взял и опрокинул весь бокс с ног на голову. Именно он организовал в Киншасе бой между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом. Как Кинг познакомился с диктатором Заира Мабутусе Сесеко, никто не знает. Как он сумел выпросить у вождя 10 миллионов призового фонда вообще непонятно. Но когда Форман и Али подписывали контракты, у Дона еще не было ни цента. Кинг сумел заразить обоих идеей некого большого черного дела, за которое они должны были сразиться. Ну а Мабуту он убедил, что это шанс рассказать миру о его молодой стране. Бой получил название «Грохот в джунглях» и трансляцию смотрел весь мир. Битву двух исполинов выиграл Мохаммед Али, а Дон Кинг выиграл целую жизнь. Курс молодого бойца на Спорт Эппен. Ринг по-английски это кольцо. Почему же так называется квадратная площадка, на которой сражаются боксеры? Все дело в традиции. В старину кулачные бои обычно проводили на пустырях или площадях. Зрители, собравшиеся посмотреть на поединок, собирались вокруг бойцов в кольцо и брали в руки толстую веревку, чтобы обозначить границы. Веревки сохранились в виде упругих канатов, но натянуть их на четыре столбика проще и безопасней. Так и повелось. Слово круглое, а площадка вовсе даже нет. СТО ЛЕТ В ИСТОРИИ СПОРТА НА СПОРТ-ФМ 1970 год. Волжский автомобильный завод в Тольятти выпускает первые «Жигули». Машина «Голубое пламя» с ракетным двигателем бьет мировой рекорд скорости, достигая тысячи километров в час. Писатель Александр Солженицын удостаивается Нобелевской премии. А в это время НХЛ переживает революцию. Тренерам приходится пересмотреть свои взгляды на хоккей. И все это из-за одного человека. Парня зовут Бобби Ор, и он защитник клуба Бостон Брюинс. Но очень непростой. До его прихода в лигу игрокам обороны полагалось аккуратно играть в своей зоне. Никуда не метаться, по возможности бросать издалека и не рисковать. Бобби же играл совершенно по-новому. Он смело начинал атаки из своей зоны, часто добегая до ворот соперника, раньше нападающих. Это сейчас атакующий защитник в хоккее не новинка. А тогда Ор был такой один. В 1970 году он стал единственным в истории игроком обороны, выигравшим титул лучшего бомбардира НХЛ. Карате — это самый узнаваемый из японских стилей единоборства. В карате отсутствует элемент борьбы, и воздействие на соперника ограничивается быстрыми мощными ударами. На основе карате была создана боевая система, применяющаяся японскими силами самообороны, которые выполняют в этой стране функции армии. Уже десятилетия ведутся разговоры о включении спортивного карате в олимпийскую программу. И такое решение может быть принято к 2020 году, когда игры вновь пройдут в Японии. Словарь спорта Трехчасовое состязание завершилось со счетом 11-1. Открывал шахматный поединок грузмейстер Анатолий Карпов. Гостем был посол Швейцарии в России и Фроссье передает Интерфакс. Представитель ВСИН рассказал, что подростки долго готовились к соревнованиям. Шахматные турниры проводились в самих колониях. Большинство ребят приобщилось к этой сложной игре в местах лишения свободы, отметили ведомстве. Это пока все новости. Мария Деева. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм. В северопогоде в Москве сейчас плюс 7 градусов. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. 756 миллиметров ртутного столба. По данным синоптиков, предстоящей ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза. Завтра утром будет плюс 1. В среднем днем в столице воздух прогреется до 7 тепла. Но будет пасмурно. А к вечеру ждается небольшой дождь. Такая пасмурно-дождливая, но теплая погода продержится в Москве до пятницы. Продолжаем программу 100% футбола. Меня зовут Игорь Катманов. Сегодня, кстати, у нас пройдут матчи Лиги Чемпионов. Об этом мы тоже естественно не забываем. Тем более, что встречи интереснейшие. Но, наверное, в первую очередь это относится к игре Лестер-Сити Севилья. Напомню, что Лестер проиграл со счетом 1-2 Севилья на выезде, но забил при этом гостевой гол, что очень важно. И сегодня Лестер принимает Севилью дома. В 22 часа 45 минут по московскому времени начнется эта встреча. Впрочем, как и матч Ювентус-Порту, но здесь, наверное, Порту будет гораздо сложнее, потому что Порту проиграл у себя дома. У себя дома со счетом 0-2. Ну и сейчас о предстоящих матчах Лиги Чемпионов, 1-8 финала Лиги Чемпионов. Мы поговорим с комментатором Матч ТВ Михаилом Поленовым. Миш, приветствую тебя. Добрый вечер, Игорь, добрый вечер. Итак, давай, наверное, начнем с матча Лестер-Севилья. Перед первой игрой все называли Севилью безоговорочным фаворитом, но вот если смотреть по счету, 2-1 Севилья победила, до дома, наверное, у Лестера очень неплохие шансы. Или ты иного мнения? Ну нет, я пока такого же мнения о том, что тут все очень сложно. Севилью считали большим фаворитом, потому что Лестер сыпался в Чинганаде Англии. И после того, как они уволили Раньери и пришел пускай временно, но тем не менее другой тренер, команда заиграла по-другому. Она показала, по крайней мере, что все те передряги, которые с ней были, и тот вялый такой футбол, это все было, может быть, я не хочу говорить частью заговора, я в это не очень верен, но тем не менее это ушло вместе с Раньери. Команда снова побежала. Для Лестера это очень важно. И в игре с Севильей Лестер должен был быть доволен тем, что он пропустил всего два момента, что было больше, и пенальти не забиты, и все что угодно. Но вот этот один мяч, забитый в гостях, конечно, оставляет Лестеру очень хорошие шансы. Мне вообще кажется, что может получиться очень огненная игра. Не Манчестер, Монако, но и те, и другие любят бежать, любят атаковать, играть агрессивно. Я с трудом представляю Севилью, играющую на удержание счета. Ну и также отметим, что для Севильи, насколько я понимаю, это будет первый в истории выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, если получится. Ну, если он случится, да. Да, если случится. Ну, а что касается того же Стэвена Юветича, на твой взгляд, с чем связано это преображение? Он нашел свою команду? Мне кажется, что просто до этого находились команды, в которых он играл, были не совсем его. Может быть, может быть так, да, может быть, ему просто близок стиль испанский, немножечко не такой тягучий и тугой, как это происходит, как это, например, в Италии или в той же в Англии, где от него вообще всегда очень многого ждали. Может быть, в Севилье там немножечко все попроще. Мы не видим его в режиме, скажем так, матчей раз в неделю, и поэтому достаточно трудно судить об этом. Но по статистике, да, он действительно заиграл. Вообще, Севилье нужны такие игроки, она достаточно агрессивно сейчас играет, это стиль Сан-Паули, и Ювич действительно вписался в эту игру. Я думаю, что Севилье разнообразнее стало, чем она была, например, хотя бы в прошлом сезоне, это наверняка, и гораздо злее, вот именно в игровом смысле. Вот это мне нравится. Но мы знаем, как Лестер играет дома. Он ничуть не уступает Севилье вот в этой агрессии и страсти. Поэтому, еще раз повторю, мне кажется, что сегодня для прогнозов, для ожиданий матч, конечно, просто, как мы любим говорить, на три результата. Может быть, все что угодно. В отличие, наверное, от игры Ювенту-спорту, да, ну, тут, наверное, все ясно, или все-таки какие-то шансы у Порту есть, и в чем они? Нет, честно говоря, я не вижу никаких шансов, кроме какого-то затмения и чего-то, ну, совсем экстраординарного. Потому что Ювенту, конечно, это команда, которая на своем поле вообще очков не теряет в чемпионате Италии, например. И для этого есть, конечно, очень большое количество причин, футбольные, в первую голову. Но мы видели и в первом матче довольно серьезно, не то чтобы разница в классе, но вот некоторые коллеги называют это шириной кости. То есть очень уверен Ювентус, который сыграл так, как надо, а Порту так, как смог. Вот в этом и есть разница между ними, на мой взгляд. И 2-0 после первого матча гостевого, это, конечно, для Ювентуса, может быть, для любой итальянской команды, для Ювентуса в особенности, но это почти гарантия. Спасибо большое, Михаил. Это был Михаил Поленов, комментатор Матч ТВ, с которым мы поговорили о двух предстоящих матчах сегодня. 1-8 финала Лиги Чемпионов. Напомню, что Ювентус принимает Порту после гостевой победы со счетом 2-0, а Лестер после поражения гостевого от Сивили принимает испанскую команду дома. 22 часа 45 минут начало обеих встреч по московскому времени. Спорт-ФМ 100% футбола. Ну, а мы возвращаемся к нашей теме, да, сегодняшнего эфира основной теме. Считаете ли вы чемпионат России зрелищным турниром? Напомню, что здесь, кстати, вот сообщение пришло. Чемпионат России зрелищным не считаю, но при этом голы не показатель. В чемпионате Сингапура счета 5-3 или 4-4 не редкость, но это только из-за низкого уровня футболистов и отсутствия всякого понимания стратегии. Плюс азиатские букмекерские конторы имеют там такие влияния, что в течение матча резкие изменения им на руку. Вячеслав пишет, но я все-таки сравниваю не с чемпионатом Сингапура или Малайзии, а все-таки с ведущими европейскими чемпионатами или там чемпионатом Бразилии условно или даже чемпионатом Португалии, который приблизительно с нами на одном уровне. И, в общем-то, не говорю, что зрелищность напрямую прям зависит от результативности, но согласитесь, два гола в среднем за игру это очень-очень мало. Итак, заходите на страницу Спорт.фм ВКонтакте и принимайте участие в нашем опросе. Пока побеждает вариант нет, на это просто невозможно смотреть. Считают около 42%. На втором месте варианта самое главное зрелище в РФПЛ не игра, а то, что происходит вокруг нее. И на третьем месте да, российский чемпионат зрелищный. Так считают, немало наших радиослушателей 18,6%. Ну, а я напомню, что мы разыгрываем и будем всю неделю разыгрывать в программе 100% футбола пару пригласительных билетов на матч Локомотив Москва Спартак Москва, который состоится 18 марта в 16 часов 30 минут, и вы должны нам дозвониться. Во-первых, 276-0-93-2 или 1-93-2. А во-вторых, ответить на вопрос, сколько раз Локомотив победил Спартак в чемпионатах Советского Союза. Есть звонок у нас, Денис, здравствуйте. Да, здравствуйте. Будете отвечать? Да, да. Ну что, могу ответить? Да, конечно, отвечайте. если я не ошибаюсь, то именно Локомотив именно в чемпионатах Советского Союза три раза побеждал Московский Спартак. Сколько? Три раза. Три раза? Нет, неправильно. Вы недооцениваете возможности пускай и того еще советского Локомотива, который вроде как не блистал в чемпионатах Советского Союза, очень много времени провел в первой лиге, но все-таки недооценили. 276-0-93-2 или 1-93-3, два. Это телефон прямого эфира Спорт-ФМ. Артем на Спорт-ФМ дозвонился. Здравствуйте. Добрый вечер. Я очень рад, что смог дозвониться за вас. И я считаю, что Локомотив восемь раз обыграл Спартак в рамках чемпионата СПР. Нет, неверно. Не восемь раз. Другая цифра. Так что звоните. 276-0-93-2 или 1-93-2. Сколько же раз Локомотив все-таки, друзья, победил-то Спартак в чемпионатах СССР. Тот, кто назовет правильную цифру, получит два пригласительных билета на матч Локомотив-Спартак, который состоится 18 марта в 16.30. Дмитрий, здравствуйте. 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 Я продолжаю вопрос. Да. Мне кажется, если не ошибаюсь, это восемь раз. Нет, не восемь раз. Только что до вас. Вы, наверное, не слышали, да, в это время дозванивались. Человек назвал ту же цифру. Итак, продолжаем выяснять, сколько же раз столичные железнодорожники обыграли своих земляков спартаковцев в чемпионатах Советского Союза. Напомню, что ответы принимаются исключительно по телефону, так что на Вайбер и Ватсап можете, вы можете писать, да, так же, как и на СМС-портал, но не ответы, а, соответственно, как раз-таки свое мнение по нашей сегодняшней теме, да, является чемпионат России зрелищным или не является чемпионат России зрелищным, но мы пока пообщаемся с Александром. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Слушай вас. Ну, думаю, 11 раз. Думаете или уверены? Уверен. Хорошо, и правильно, что уверены, действительно, локомотив победил в чемпионатах СССР московский «Спартак» 11 раз. Александр, не вешайте трубку, пообщайтесь с нашим редактором, Сердаром, обязательно потом вам перезвонят, да, и вы получите пару пригласительных на матч «Локомотив Москва-Спартак-Москва», который пройдет 18 марта в 16.30. Ну, и это еще не все, напомню, что розыгрыш будет продолжаться целую неделю, и чтобы стать обладателем пары пригласительных билетов на игру, слушайте программу 100% футбола на «Спорт.ФМ». А в студии появилась Мария Терская, это значит новости, новости интересные, Маш, еще раз привет. Да, еще раз привет, Игорь, а ты опять разыгрываешь билеты на Мальдивы, да, я смотрю, как несколько эфиров назад. На сей раз просто на игру «Локомотив Спартак», все гораздо скромнее. Жалко, жалко, а то я думаю, как я вовремя опять зашла. Ну, так вот, начну я с того, что ответный матч 1-8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайт» от Ростов, который состоится 16 марта, то есть уже послезавтра, состоится он в Англии, посетят более 100 фанатов российского клуба. Об этом сообщил пресс-аташе Ростовчан, по его словам, ожидается именно такое число болельщиков, но при этом прием заявок продолжается, так что за, ну, практически два с половиной дня можно еще успеть. И напомню, что первый матч, который Ростов провел на своем поле, сумел он свести к ничьей и завершилась эта встреча со счетом 1-1. Тем временем Екатерина Глазырина, это уже, соответственно, биатлон, которая временно отстранена Международным союзом биатлонистов от соревнований, заявила, что готовится к выступлению на чемпионате России. Я напомню, что IBU решение о временном отстранении от соревнований спортсменки вынес в начале февраля. Решение это было принято на основании материалов, которые были опубликованы во второй части знаменитого доклада, не менее знаменитого Ричарда Макларена. Да. Глазырина была заявлена за российскую команду на чемпионат мира, который в феврале проходил в австрийском Хохфильсоне, но в итоге, естественно, выступить там не смогла. Тем не менее, по словам спортсменки, на чемпионате нашей страны она, несмотря на дисквалификацию, выступить готовится. Он, я напомню, пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля. Ну, какой же биатлон в апреле уже? В Тюмени? Ну, какая разница? На календаре это апрель. Я понимаю, что в Тюмени еще январь. Ну, на Северном Пуисе можно круглый год гонять в биатлон. Ну, и все-таки. Ну, хотя бы отсутствие биатлона бы пожалели бы бедных тюменских жителей, у которых и так круглый год зима. Не, ну, у них же должен был быть чемпионат мира, да? Да, их и этого лишили. Теперь будет чемпионат России. Ну, да, хоть что-то. Ладно, так и быть. И хочу я напомнить о хоккейных матчах, которые ждут нас сегодня. Одно-вторая финала западной конференции КХЛ. 19 часов начнет встреча локомотив ЦСКА в 12.30 Динамо Москва СКА. Твои прогнозы? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, я, честно говоря, надеюсь, что победы одержат московские команды. ЦСКА и Динамо. Да. Это был прогноз и новости от Марии Терской. Спорт-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА Меня зовут Игорь Катманов. Продолжается программа СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. Продолжаем мы дискутировать на тему является ли чемпионат России по футболу зрелищным. На ваш взгляд, 276.093.2 или 1.93.2 это телефоны прямого эфира Спорт-ФМ. но также пишите нам на вайбер и ватсап 925.04.93.2 Такое сообщение нам пришло. До чего говорить-то проблем не в атаке. Проблема в том, что за короткий период времени футбол стал более защитным. В Англии тот же пример. Только в Испании остался женский футбол. Да, в Испании женский футбол. В Испании вообще футбол не умеют играть. Там, конечно, прям полностью женский футбол. Мужской футбол, как мы поняли, только исключительно в Англии. Защита тогда стала лучше. Но я напомню, что Англия после Испании, кстати, той же самый результативный турнир, где забивается в среднем около трех голов за матч. 2.84, если быть более точным, за игру. 2.91 в Испании и в Англии вместе с Португалией. Кстати, на данный момент по ходу текущего сезона наибольший процент голов забитых в последние 15 минут. А у нас есть звонки. Александр на Спорт.фм дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Игорь, я вот, хотя по поводу зрелищности, здесь как бы то, что реализация в российском чемпионате маленькая, но это не основное показатель, потому что даже если сравнивать вчерашний матч Манчестер и Найта, там тоже был забит один мяч, но зрелищности было намного больше, чем у нас за пару туров игры наберется. Весь дело, наверное, в большей степени связано то, что по качеству игроков и по качеству тренеров, которые работают в нашей лиге. Так, хорошо, давайте по-другому все-таки, наверное, с английской пример лига или с испанской примерой не совсем верно сравнивать российский чемпионат. Если брать несколько лет назад, вам чемпионат России интереснее был для вас? Да, конечно, да, конечно, и здесь есть, безусловно, тот факт, что даже уже, как и предыдущие слушатели звонили, говорили, что к нам приезжали игроки, пускай не звезды, но которые были в начале пути своего становления, да, это и Ари в свое время, и Велитан, и Думби, и Аймуса, и много игроков, которые, и Халк, и Вицель, которые, как бы, играли у нас, но наш чемпионат для них был как перевалочный пункт, то есть, вот эти игроки своей игрой доказывали у нас в чемпионате, что они могут играть, и уезжали в другие чемпионаты, где они сейчас играют, и забивают те же самые голы, которые они забивали у нас в чемпионате, но это уже в другом, скажем так, статусе они там выступают. Спасибо вам за звонок, я напомню, 276-093-2 или 1-93-2 от телефона прямого эфира Спорт-ФМ, так что звоните, тут вопрос на Игорь, скажите, пожалуйста, а в Монголии есть футбол? И сколько там забивают? Есть футбол в Монголии, но сейчас его там нет, потому что там чемпионат не начался еще, а вообще в Монголии есть футбол, и забивают там довольно-таки много. В частности, между прочим, чемпион Монголии команда Эрчим забила 70 голов за 18 матчей, вам не хухры-мухры, 70, так что в Монголии есть футбол, и футбол результативный. Команда Мазала Юнут пропустила 90 голов за 18 матчей, при этом 9 забив. Так что томской команде нашей Томи, да, есть к чему стремиться. Разница забитых пропущенных минус 81, а вы говорите, вот какой чемпионат сумасшедший в Монголии есть. Но, правда, я напомню, что там чемпионаты у нас раньше как в Монголии играли, да, получается, весна-осень, и теперь играют как в Англии, осень-весна. Вот так вот. Продолжается опрос считателей у чемпионата России зрелищным турниром, и пока как раз-таки побеждает вариант, что это просто невозможно смотреть. 41,5% предлагают вот такой вариант. Ладно, я напомню, что прошло заседание контрольно-ковлекционной комиссии по матчам 19-го тура РФПЛ, в том числе по игре Амкар-Зенит разбирались, судейство, напомню, в этом матче вызвало много вопросов, и комиссия рассмотрела несколько эпизодов и единогласно, как подчеркнул глава департамента судейства инспектирования РФС Андрей Будагозский, единогласно приняла решение. Итак, седьмая минута, ну как раз-таки тот момент, да, когда игрок Зенита Нету, ну, соответственно, там пересек, не пересек, был вопрос. В момент удара Нету находился в положении вне игры, ассистент занял неверную позицию и ошибся, не зафиксировав фоффсайт. Поэтому, даже если бы был забит гол, его необходимо было отменять. Вторая часть этого момента, правильно ли зачитали гол, комиссия постановила, что по представленным и имеющимся материалам определить, было ли взятие ворот, невозможно. Двадцать вторая минута, момент с так называемым голом Артема Дзюбе. Решение ставить игру и назначить повторное выполнение свободного удара является совершенно правильным, но здесь я, кстати, соглашусь. Тридцать третья минута, гол ворота Зенита, абсолютно правильным является решение ассистента Кобзева, не фиксировать положение вне игры, потому что его не было. Все соответствует правилам игры. Сорок пятая минута, Турбин ошибочно не наказал предупреждением игрока Зенита Хави Гарсио за грубую игру, то есть по мнению комиссии Зенит вообще должен был на сорок пятой минуте остаться в меньшинстве, вот так вот. Шестьдесят шестая минута в эпизоде связанном с падением Дзюбы в штрафную площади Амкара. Судья принял правильное решение продолжить игру, сказал Будагозский, вот так вот, и что вызвало просто негодование, я так понимаю, представителей Зенита, и в частности Митрофанова, который уже высказался по этому поводу. Ну а мы продолжаем общаться, Юрий, здравствуйте. Добрый, добрый вечер. Добрый. Хорошего вам эфира. Спасибо. Ну, я не соглашусь с предыдущим звонившим, да, сказал, что вот, к нам приезжали такие великие игроки, как Халк, и где они сейчас есть? Халк, Вицель. Они приезжали для того, чтобы развиваться и перейти, и куда они перешли? Ну это уж другой вопрос. Вообще, наверное, на Вицеле претендовал Ювентус, он сам вызвал, выбрал Китай. Я с вами полностью согласен, да, на Вицеле претендовал Ювентус, да, ну и что они показали в нашем чемпионате? Халк что показал? Халк лучшим был. Халк лучшим был, да, я согласен, но куда он вырос? С чемпионата Португалии и перешел в чемпионат России. Нет, ну легионеры-то классные приезжали, это понятно, вне всякого сомнения, я думаю, никто не будет отрицать, что тот же Халк, тот же Вицель, тот же Вагнер Лав, да, да, и тот же Думбия, да, опять-таки, насколько результативный форум. Другой вопрос, получилось, не получилось, но здесь это были очень яркие фигуры. 100% жизни. Если общая площадь жилья составляет 100 квадратных метров, 100% футбола. Если говорить о коэффициентах, то 100 на левант, это нонсенс. А если отвечать на вопрос о соусе, то без 100. 100% хоккея. Этот результат максимум для Бостон Брюс. Спорт ФМ. Будь первым. Матч за 60 секунд. Второй матч финальной серии Кубка мира по хоккею 2016 года. Сборная Европы, сборная Канады. Перемещаемся в Торонто, Air Canada Center, и у нас стартовал второй финал Кубка мира. Канада против сборной Европы, и сборная Европы начинает достаточно быстро. Европа бросил гол с Дену Харро. И шайба в оборотах. С Дену Харро открывает счет. В этом матче 1-0 сборная Европы выходит вперед. Похвалили мы с Дену Харро за игру в обороне. А вот теперь интересно посмотреть. На все это будет. Канадцы будут отыгрываться. Они-то еще на этом турнире ни разу не отыгрывались. Забрасывали первыми. Продолжают европейцы атаковать. Бросок, поворот. Прайс. Прайс шайбу забирает и вбрасывание будет сейчас в зоне сборной Канады. Сборная Европы должна выиграть в одном финальном поединке. 100%. Вот увидишь. Только не это. Сказал человек, который любит хоккей. Настолько мощный сейчас у Ши Уэбера получился бросок. Галак аж так вот качаясь несколько секунд находился. Потому что бросок убойный просто. Мы не хоккей смотрим, а цирк, который устроили канадцы. Во всем виноват Бепкок, потому что сменил костюм. Кори Перри за воротами его уже обнимают. Две минуты. И удаление сейчас. Ну там справедливое было удаление. Анджик Копитар даже не спорит. Послал куда подальше. Он судью. Убежали все забрасывать шайбу и спасать кленовое отечество. Канадцы заходят в очередной раз в зону. Бросок гол. И 1-1 в этом матче. У Канады еще 3 минуты. И что-то мне кажется, что они еще забьют. В овертайме? Зачем в овертайме? Да прямо сейчас забьют. Сейчас, да? И здесь Бепкок что-то показывает козу кому-то. Две минуты. Он сказал, судье, потом выйдем с тобой на 2 минуты. Так, иди сюда. Ага. Косо в упор. И Прайс даже я не понял, как он среагировал на этот бросок. Самое главное, что он понял было. Как он на это среагировал. Штанга. А перед этим штанга была, друзья. Штанга, штанга, штанга была перед этим. Вот это фантастика. Надо было начинать, короче, им с третьего периода играть. Минута до конца третьего периода. Канада-Европа. Ничья 1-1. И минуту 7 секунд. Сборная Европы будет еще играть в большинстве. Вошли в зону. Копитар. Потеряли шайбу. И сейчас канадцы. Идет атака. Вошли в зону. А дальше, а дальше момент. И гол. Гол. Губерные канады забрасывают шайбу. Фантастика. В меньшинстве. Вот это да. Просто фантастическая ситуация. Спорт ФМ. Траповала московская Динамо на 800 тысяч рублей за поведение болельщика во время третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против Петербургского СКА. Также КХЛ попросила Динамо провести беседу с болельщиками. В заключении выпуска официальной курса валют на завтра доллар 58 рублей 95 копеек. Евро 62 рубля 75 копеек. Пока это все новости. Мария Деева. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм. Теперь о ситуации на дорогах. По данным портала Яндекс.Пробки движение в Москве сейчас затруднено. Общая ситуация оценивается в 6 баллов из возможных 10. Самая длинная пробка на внешней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Ясенева. Скорость потока там 14 км в час. Время проезда 55 минут. 50 минут потеряете на проспекте Мира и Ярославском шоссе от Маломосковской улицы до Химинского проезда. Внутренняя сторона МКАД стоит от Молодогвардейской улицы до Строгино. Там потеряете 50 минут. Спорт-ФМ 100% футбола Продолжается программа 100% футбола. Меня зовут Игорь Гэтманов. Всем доброго вечера. Очень много новостей приходит сейчас в последнее время касательно питерского Зенита. Да, так на этой неделе состоится встреча председателя правления Газпрома Алексея Миллера, президента Зенита Александра Дюкова и главного тренера команды Мирча Луческу, который будет определён дальнейший вектор развития клуба. Луческу хочет предложить своих людей на ключевые посты селекционной службы Зенита, аргументируя это тем, что его пожелания по селекции не были выполнены. Напомню, что также в последнее время очень много ходит разговоров о возможной отставке Луческу, но вот гендиректор Зенита Максим Митрофанов сообщил, что клуб продолжает доверять главному тренеру, несмотря на вылет из Лиги Европы и неудачную игру в российской футбольной премьер-лиге. В Зените, да, точнее, в руководстве питерского Зенита есть разные мнения по поводу Мирча Луческу и его будущего. Насколько я понимаю, продолжает ему доверять тот же Алексей Миллер, но есть и противники пребывания Мирча Луческу на посту главного тренера питерской команды и в частности, по слухам, это как раз-таки тот же Александр Дюков и тот же Максим Митрофанов. Да, ну посмотрим, как все оно сложится, а пока мы отправляемся в Италию. Интервью У нас на прямой связи эксперт по итальянскому чемпионату Андрей Лаврентьев. Андрей, приветствую тебя. Добрый вечер. Итак, уже пришла новость о том, что Бакка, да, Карлос Бакка дисквалифицирован на одну игру за поведение свое после окончания матча с Ювентусом. Давай об этом поподробнее поговорим, потому что действительно скандал был громкий, разгром раздевалки, да, на Ювентус-арене, надпись вора и так далее и тому подобное. Поподробнее расскажи для наших слушателей, что было после того, как был назначен на седьмой уже, получается, компенсированной минуте, по мнению Милана, несправедливо одиннадцатиметровый. Да, абсолютно так. Мы уже говорили в эфире о том, что скандал был знатный и заметный в итальянском футболе очень много было внимания уделено именно этому факту. Наверное, даже, можно сказать, это была главная новость. Вы дали выходные, несмотря на то, что матч был в пятницу. Ювентус реализовал пенальти и тогда футболисты Милана, как те, кто был на поле, так и те, кто был заменен, в том числе Карлос Бака, буквально атаковали судью Массу. Масса – это фамилия его. И, соответственно, высказывали ему все, что, в общем, думали о его судействе в течение матча и о назначении пенальти. После этого якобы конфликт удалось погасить. По крайней мере, на поле он не носил какого-то чрезмерно агрессивного поведения. Но дело продолжилось под трибунном помещении, где Адриана Галиани был очень агрессивен в отношении того же арбитра футболисты, собственно, закрывшиеся в раздевалке несколько попортили ее внешний вид. Хотя итальянские эксперты разделились. Дело в том, что в раздевалке гостевой на стадионе Ювентуса зачем-то висят, ну, зачем, понятно, информация о тех трофеях и о тех титулах, которые выигрывал Ювентус. Соответственно, видимо, в этот момент футболисты Милана пришли в негодование и, собственно, ко многим из этих трофеев применили некие усилия по тому, чтобы этих трофеев больше гостей, приезжающие в Турин и играющие с Ювентусом, не видели. Но как раз там был обозначен год Кольчополя, да? Да. И это тоже. И многие, кстати, говорили о том, что если мы сегодня будем во вторник судить строго футболистов Милана и руководителей Милана, то, может быть, давайте накажем и тех, кто вывешивает те скудетто, которые, как в Италии говорят, были отозваны, да? То есть те, которые были аннулированы. Вот. Но я думаю, что вот это решение, оно минимизировало, собственно, весь вот этот скандал, и плюс сегодня Ювентус играет в спорту, да? То есть не хотелось бы, чтобы итальянские любители футбола долго об этом говорили. Поэтому говорили о том, что наказания будут очень мощные, что чуть ли не пол состава Милана будет дисквалифицировано, Карлос Бако получит там минимум 2-3 игры. Но, как видите, все обошлось минимальными сроками, дисквалифицирован Бако и пропустит ближайшую игру Шосса и Романьоли, но не за выходки после матча, а за красные и желтые карточки, которые они получили непосредственно в ходе игры. Когда закроется сделка по Милану с китайцами? Мне кажется, этого не знает ни Сильвия Берлоскоиня, ни его контрпартнеры китайские. Очень много слухов об этом ходят. В России об этом говорили как о свершившемся факте, но я предупреждал о том, что не все так как видно, и что в лучшем случае сделка закроется весной, а в худшем случае может и вовсе не закрыться. Есть также в Италии мнение, что, собственно, никаких инвесторов не существует, и все это некий трюк. Да ладно, даже вот так? Да, я на самом деле об этом слышал еще тогда, когда шли первые переговоры с брокером Мистером Би, так называемым, но, честно говоря, он не принял тогда эти разговоры совсем серьезно, потому что мне казалось, что нет смысла такую сложную конструкцию сочинять для того, чтобы, собственно, решить вопрос о сумме, которую китайцы готовы заплатить за Милан. Вот, но чем дальше эта история затягивается, тем больше я подозреваю, что те, кто об этом говорит, может быть, не совсем были и не правы. Хотя утверждать ничего нельзя. Посмотрим. Сегодняшняя информация такова, что якобы нет очередных 100 миллионов, которые Бежлускони требуют для того, чтобы продлить действие контракта еще на месяц, и Фининвест и Бежлускони настроены решительно, что нет денег, нет продления контракта. Поэтому посмотрим. Говорят о том, что это может быть в апреле. Интересный, кстати, факт, что сегодня вывесили расписание ближайших туров чемпионата Италии, и впервые за многие годы матч Интер-Милан пройдет в 12-30 в субботу. Для китайцев специально. Да, и поэтому в заголовке газет, что сделка может быть еще не закрыта, но вот, что называется, китайская революция уже проводится в итальянском футболе. Андрей, давай поговорим о прошедшем матче Лацо Торино. 3-1 Лацо выиграл. Ну, наверное, я думаю, что эта игра оправдала ожидания многих. Матч получился довольно интересным. А что происходит с Лацо? Понятно, да, команда борется сейчас на данный момент даже за, наверное, может, это громко сказано, за попадание в Лигу чемпионов или нет? А почему нет? Я на самом деле думаю, что у Лацо не такие плохие шансы, хотя отметим, что вот сегодня, опять же, эксперты итальянские анализировали календарь ближайших игр, и там как раз вот у группы команд, которые преследуют Наполе, Лацо, Интер и Аталанта, но Аталанта, наверное, не будем принимать совсем уж серьезно, календарь вот в ближайших турах очень сложный, и поэтому вопрос, как Лацо пройдет вот этот отрезок, Лацо очень симпатичная команда, и многие в Италии ей сейчас симпатизируют в борьбе как за Лигу Европы, так и за Лигу Чемпионов, поэтому посмотрим, вполне возможно, что Симону Инзаги выйдет в финал Кубка, удержав преимущество, добытое в первом матче с Ромой, и продвинется в таблице ближе к Лиге Чемпионов, либо хотя бы резервирует за собой вот эту четвертую позицию, которая позволяет стартовать в Лиге Европы без консекционных матчей. А что произошло с Талантой в последнем туре? То есть такое наверное такого никто. Ну, на самом деле рано или поздно это должно было случиться, потому что при всем том симпатичном футболе и мастерской работы тренера Гасперини, которую мы наблюдаем в этом году, все-таки состав Аталанта он не равня составу Интера, Лацо, Милана, и тем более тех команд, которые сейчас первые три позиции занимают. Плюс Аталанта потеряла футболиста в декабре, до поры до времени Аталант грамотно выстраивал игру, выстраивал игру, могла сдерживать фаворитов, но Интер, который по составу на мой взгляд не уступает ни Роме, ни Наполя, просто в общем показал весь тот свой потенциал, который, наверное, до сих пор не раскрыт. Ну и коротко в течение минут, наверное, прогноз твой на сегодняшний матч Ювентус-Порту, да? Все, конечно, будет зависеть от того, сможет ли Порту открыть счет в первом тайме, если Порту, допустим, может это сделать, я думаю, что Ювентус идет в очень серьезный матч, потому что, на мой взгляд, Ювентус пик своей формы прошел, и я думаю, что даже если Ювентус пройдет Порту, очень многое будет дальше зависеть от жеребьевки, пока же будем надеяться на то, что Ювентус сегодня Порту пройдет. Я же тебя самого главного не спросил, пенальти-то было в матче Милан-Ювентус, на твой взгляд? Да нет, конечно, не было пенальти, не только на мой взгляд, но и на взгляд судейских экспертов в Италии, хотя, как мы знаем, сейчас у нас судейские эксперты могут одни сказать одно, другое, другое. Во всем мире так происходит. Мел возможность убрать руку, да, потому что удар был с близкой стойкой. Да, 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 слишком близкая дистанция и на это указывают, что рука была, может быть, и не совсем в естественном положении, но дистанция была минимальной, поэтому такой пенальти назначать было нельзя, неважно, это было бы на 95-й, 97-й минуте или на 23-й. Хотя в этом матче были ошибки судейские, в том числе и в пользу Милана, поэтому, в общем, наверное, конечно, то, что это произошло в концовке и в развязке добавило градусы, но все бывает. Спасибо огромное, Андрей. Напомню, что на прямой связи с нами был Андрей Лаврентьев, с которым мы поговорили об итальянском футболе. Реклама Мы изучили процесс трения в современных двигателях и совместили в моторном масле Матюль 8100X Clean FE5V30 безупречную защиту от износа и топливную экономичность. Это наши опыты знания. Больше информации на matul.com 16+. Плей-офф Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги Каждый матч битва Каждая битва зрелище которое нельзя пропустить Каждая игра борьба за Кубок Гагарина Плей-офф не оставляет права на ошибку Смотрите кульминацию хоккейного сезона на телеканалах КХЛ-ТВ и КХЛ-HD а также на видео.кхл.ру и в официальных мобильных приложениях КХЛ-НОЛЬПЛЮС Все тайны мироздания набитые полезной информацией статьи фотосессии самых красивых женщин Все что нужно настоящему мужчине можно теперь найти где угодно потому что журнал Максим теперь везде для лиц старше 16 лет Выбирайте свою цель Тойота создаст условия для ее достижения только с 18 по 31 марта 2017 года во всех дилерских центрах Тойота Станьте обладателем Тойота Королла Тойота Камри и Тойота РАВ4 на специальных условиях Предложение ограничено количеством автомобилей Подробности акции на сайте Тойота.ру в салонах официальных дилеров Тойота Тойота легендарное качество Спорт ФМ Спорт ФМ Путь первым До программы на все 100 осталось 15 минут А сейчас 100% футбола Да, 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 да говорим мы о футболе но не исключительно не только о футболе потому что есть еще и новости спорта я сейчас отвечу на вопрос как раз таки не футбольный когда регби станет олимпийским видом спорта спрашивают или регби 7 не знаю уж боюсь вас разочаровать или обрадовать наоборот но регби 7 уже олимпийский вид спорта и в общем-то прошел турнир насколько я помню и женский и мужской кстати ну а в студии появилась новостями спорта Мария Терская Маш что интересного да, я тоже не о футболе начну я с хоккея нападающий питерского СКА Павел Дацук пропустит четвертый матч серии второго раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги с московским Динамо напомню эта встреча пройдет сегодня в Москве начнется она в 19 часов 30 минут конечно же на Спорт.фм будем пристально следить за этим матчем и что касается Дацука которого нет в стартовом составе то вместо него в первом звене армейцев вместе с Ильей Ковальчуком и Евгением Кетовым заявлен Николай Прохоркин вот это вот к вопросу о прогнозах на сегодняшней встрече я же сказала что московские команды должны победить о причинах ничего не говорится потому что насколько я понимаю что матч трав был признан неверным да и Ильей Ковальчук сегодня должен был появиться на льду Должен быть да но пока что ничего не сообщается по каким причинам его нет Это потери серьезные Да 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 и вот соответственно мой прогноз уже начинает сбываться Ну пока еще играть даже не начали подожди Нет нет все уже решено А ну так хорошо Я сейчас накаркаю победу московским командам в сегодняшних матчах ну и напомню что соответственно в 19 часов другой матч с участием другой команды из столицы нашей Родины это локомотив ЦСКА пройдет он правда в Ярославле но тем не менее сейчас появится какая-нибудь новость что локомотив еще какую-нибудь потерю понесет перед этой встречей Напомню также о том что сегодня у нас Лига Чемпионов правда уже практически ну не глубокой но ночью Ювентус Порту 22-45 и параллельно Лестер Сити Севилья в заключении расскажу о том что колумбийца Найра Кентана из команды Мови Стар стал победителем велогонки мирового тура Тирена Адриатика это означает если стартуют уже велогонки ну прям совсем лето близко-близко-близко наконец-то заканчивается биатлон лыжи и можно наслаждаться красотами природы наблюдая при этом за соревнованиями по велоспорту то есть ты любишь велогонки ну я люблю велосипеды а велогонки их тоже жиро до Италия ну это вообще святое ну понятно так вот заключительный седьмой этап многодневки гонку с раздельным стартом выиграл австралиец Руан Денис он проехал дистанцию за 11 минут 18 секунд вторым стал голландец Йос Ван Эмден он отстал от него на 3 секунды ну а 3 место у австралийца Майкла Хёберна то же самое отставание у него вот такие вот новости к этой минуте а есть ли у тебя любимые велогонщики да Саша Модала это кто итальянец конечно же по фамилии я догадаюсь да но по имени кстати не сразу можно угадать да имя какое-то славянское получается ну да на самом деле кстати говоря в Италии очень многие практикуют скажем так имена славянского происхождения может где-то в Триесте рядом с Хорватией не только в Триесте да в Триесте кстати тоже но не только там почему-то очень нравятся итальянцам славянские имена то есть имена уменьшительные да неполные в том-то и дело да то что ну понятно что Александр Александро да на итальянские манеры у них и у самих есть а вот не раз я слышала что именно называют например встречал я итальянок по имени Катя итальянцев по имени Иван например ну и так далее вот и даже однажды итальянку которая которую зовут Ваня да я спросила почему она говорит а вот моему папу у моего папы был какой-то друг которого звали Ваня ну русский соответственно и он говорит меня назвал в честь своего друга ну папе было наверное неловко перед мамой признаться что у нее еще помимо друга Вани была подруга поэтому решил назвать дочку спасибо спасибо огромное это была Мария Тирская с новостями спорт.фм 100% футбола ну и мы продолжаем программу 100% футбола и так потихонечку завершается наш опрос считаете ли вы чемпионат России зрелищным турниром ну и пока большинство считает что нет это просто невозможно смотреть 41,5% так считают далее на втором месте кстати вариант самое главное зрелище в РФПЛ не игра а то что происходит вокруг нее и на третьем месте да российский чемпионат зрелищный далее следует вариант а я вообще люблю ФНЛ любят ФНЛ около 7% ну и РФПЛ лучший чемпионат в мире вот этот вариант к сожалению пока что проигрывает есть еще немножко времени у нас пообщаться на эту тему можете звонить 276-0-93-2 или 1-93-2 ну а мы я почитаю ваши сообщения да какой зрелищный футбол на картофельных полях спрашивают меня сравните вчерашний Стэнфорд Бридж и грядки в Казани ну добиться качества полей такого же как в Англии вообще в России я думаю практически невозможно учитывая наш климат но приблизиться можно конечно же к этому ой и где же сейчас Ари Велетон Олекса Халк и прочее Ари в локомотиве какой перевалочный пункт нет ну послушайте тут же Иванович уезжал да здесь можно довольно таки много примеров привести когда футболисты из российского чемпионата уезжали дальше в топ-лиге ну ладно Борис Михайлович нам дозвонился здравствуйте Добрый день привет 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 всем всем привет что у тебя будет интересно продолжение футбольной темы как и накануне накануне так уверенно зашел спор о том будет ли Спартак чемпионом или нет и мы собираемся в той же компании его продолжить следующий понедельник после Бубнова называемое это так сегодня же вторник и по мотивам вчерашнего матча Челси Манчестер Юнайтед Жозе Муриньо в этом матче в очередной раз себя проявил как серьезная медийная персона показал болельщикам и вроде бы как принято общественности что он спор у болельщиков с Челси на которые его ну можно даже сказать оскорбляли выиграл показав просто аккуратный жест мол три чемпионства есть и пока я пусть и Иуда но я для вас номер один тренер в истории но насколько Муриньо вот этой своей медийной стороной вот этой своей активностью вообще не с болельщиками или с прессой или отодвигает все дальше свои реальные спортивные результаты насколько Муриньо как лучший тренер ну может быть какого-то определенного отрезка начала двадцать первого века уже ушел в прошлое ну подожди но он и тогда был в единой личностью и тем не менее тогда у него это совмещалось совмещалось уверенно были победы чемпионские были и яркие слова с которыми он собственно и в Англию зашел про особенного хотя бы что там говорить да теперь слов по-прежнему много может быть стало еще больше достижений все меньше лучшие времена Муриньо позади или нет и также обсудим две темы сегодня возьмем коллег обсудим твит от портала sports.ru про ампутированный палец Гиннера и при этом фотографию Газаева ваша реакция предложим вам опрос на нашей странице вконтакте и попробуем обсудить насколько это этично или же это действительно весело и смешно ну это дичь по-моему вообще на мой взгляд ну ладно тогда я прощаюсь с вами до завтра завтра в программе 100% футбола Василий Уткин так что не пропустите всем пока матч за 60 секунд второй матч финальной серии Кубка мира по хоккею 2016 года сборная Европы сборная Канады перемещаемся в Торонто Air Canada Center и у нас стартовал второй финал Кубка мира Канада против сборной Европы и сборная Европы начинает достаточно быстро Европа бросил гол и шайба в воротах с Дену Харо открывает счет в этом матче 1-0 сборная Европы выходит вперед похвалили мы с Дену Харо за игру в обороне а вот теперь интересно посмотреть на все это будет канадцы будут отыгрываться они-то еще на этом турнире ни разу не отыгрывались забрасывали первыми продолжают европейцы атаковать бросок в поворот прайс прайс шайбу забирает и вбрасывание будет сейчас в зоне сборной Канады сборная Европы должна выиграть в одном финальном поединке сто процентов вот увидишь только не это сказал человек который любит хоккей настолько мощный сейчас у Ши Уэббера получился бросок галок аж так вот качаясь несколько секунд находился потому что бросок убойный просто мы не хоккей смотрим а цирк который устроили канадцы во всем виноват Бэбкок потому что сменил костюм Кори Перри за воротами его уже обнимают две минуты и удаление сейчас ну там справедливое было удаление Андрей Копитар даже не спорит послал куда подальше он судью убежали все забрасывать шайбу и спасать кленовое отечество канадцы заходят в очередной раз в зону бросок гол и один-один в этом матче у Канады еще три минуты и что-то мне кажется что они еще забьют в овертайме зачем в овертайме да прямо сейчас забьют сейчас да и здесь Бэбкок что-то показывает козу кому-то две минуты он сказал о судье потом выйдем с тобой на две минуты так иди сюда ага косо в упор и Прайс даже я не понял как он среагировал на этот бросок самое главное что он понял как он на это среагировал штанга а перед этим штанга была друзья штанга 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 была перед этим вот это фантастика надо было начинать короче им с третьего периода играть минута до конца третьего периода Канада-Европа ничья 1-1 и минуту 7 секунд сборная Европы будет еще играть в большинстве вошли в зону Копитар потеряли шайбу и сейчас канадцы идет атака вошли в зону а дальше а дальше момент и гол гол губные канадцы забрасывают шайбу фантастика в меньшинстве вот это да просто фантастическая ситуация спортивные трофеи старейший спортивный турнир планеты с полностью подтвержденной документальной историей это состязание стрелков из лука которые проходят каждый год близ английской деревушки Скорта в графстве Йоркшир кроме того утверждается что главный приз турнира длинная стрела из чистого серебра тоже самый старый та самая стрела которую в 1673 году вручил сам себе организатор и победитель первого турнира Генри Колверли по сей день хранится в королевском арсенале города Лидс СПОРТ ФМ КОНЕЦ 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 КОНЕЦ